всем привет дорогие друзья сегодня 18 августа сделаю обзор на второй оборот нашего огурца это у нас такой высокий сорт мамлюк гибрид значит высотой он уже до метр восемьдесят достигает сами кусты меня очень радуют как выглядят очень хорошие здоровые есть кое-где первые признаки заболеваний еще пройдем покажу но в целом пока результат хороший кусты мощные сделали первый сбор огурчиков вчера можно сказать начался сбор урожая но теперь будем собирать через день примерно как как будут подрастать ну и потом уже будет массовый сбор я думаю уже ближе к сентябрю основная задача была второго оборота выгнать кусты большие чтобы они были мощные были в состоянии давать плоды был период плодоношения у них уже осенью когда световой день более короткий у меня был опыт плохой выращивание второго оборота так как я высаживал на месяц позже то из начале августа когда убирал томаты высаживал огурцы вот пробовал экспериментировал не получалось огурцы болели пераноспорозом и куча других заболеваний вот поэтому в этом году уже заметно что прогресс есть все-таки посмотрим на сорт это у нас сорт мамлюк и у него очень крупные листья я бы сказал даже относительно других сортов которые у меня в другой теплице были на первый оборот еще вот эта ножка листа очень длинная то есть сами кусты очень мощно конечно вырастают зеленую массу гонят может даже слегка жируют но я думаю это не катастрофично подкормки у нас азотные кальциевая селитра обязательно давать кальций растению чтобы была крепкая выносливая от различных заболеваний больше всего я боюсь пераноспороз подхватить в ну во влажную погоду уже ближе к осени были дни в августе когда было похолодание мы теплицу закрывали только с одной стороны открывали двери форточки чтобы просто какой-то воздух был не было застойной в влажности воздуха но сквозняк при холодных температурах плюс 15 это даже не очень комфортно ночью плюс 12 было это очень холодно для огурца в такую погоду необходимо закрывать потому как такой сквозняк может привести к различным заболеваниям огурцы у нас вкусовые качества но я бы сказал на пятерочку может потому что новенькие свеженькие хрустящие и сладкие все устраивает вот есть здесь такие в принципе чуть-чуть ему можно дать подрасти этот еще маловатый но завтра можно делать сбор я думаю пол ящичка мы соберем с такого количества вот здесь у нас где есть сквознячок возле двери особенно растение больше всего подвержены различным болячкам в середине они очень хорошо выглядят здоровые без проблем но здесь есть признаки значит каемка слегка желтая особенно вот на нижних с одной стороны это может сказать говорить о том что нехватка калия а с другой возможно даже какие-то первые признаки заболевания вот еще ну так не особо много против основных болячек серой гнили и пероноспороза я делал обработки еще в стадии ну можно сказать рассады это хом и луна потом у нас есть вот такие вот признаки это у нас признак паутиного клеща на обратной стороне листа можно увидеть это начинает у нас клещ работать по огурцу тоже необходимо делать обработку фитовермом о чем я ролик уже снимал ну вот в целом так выглядит теплица а эти два ряда у нас сорт кибрия что у нас с этим сортом это хороший вкусный сорт вот может быть не сильно урожайный но вполне устраивает здесь у нас семена были старые они у меня уже года четыре лежали пачка незаконченная так ей не было случая их высадить ну вот купил я мамлюк 500 штук засадил всю теплицу эти два ряда которые оставались сорт кибрия значит вообще считается чем старее семена огурца тем ну как все нормально будет будет хорошая схожесть и срок хранения у них по сравнению с другими овощами очень долгий до восьми лет по всем таблицам можно высаживать смело огурец поэтому я высадил конечно схожесть не 90 95 процентов но я думаю где-то 80 есть есть некоторые пробелы но в целом ничего кибрия как вы видите друзья выглядит поменьше хотя условия выращивания абсолютно одинаковые лист поменьше значительно чем у мамлюка и сам он более такой компактный здесь проход более такой удобный вот это у нас отличие по кустам в общем друзья все хорошо по огурцу по второму обороту растет развивается будем дальше наблюдать пока выводы делать рано будем делать выводы уже когда соберем последний урожай уберем все кусты я вам расскажу по секрету стоит оно того или нет убирать допустим какую-то культуру которую мы вырастили на первый оборот и выращивать к осени огурец на второй идея такая что когда огурец заканчивается у людей в открытом грунте на рынке огурец цена подскакивает уже в сентябре в октябре месяце если допустим сейчас может стоить 30 40 рублей то осенью он будет стоить выше 100 рублей соответственно мы на это можем заработать и спрос там поднимается люди хотят покушать последние овощи последние витамины особенно свежий огурчик вот поэтому стараемся учимся выращивать мне бы очень хотелось получить хотя бы не хотя бы 2 килограмма с одного куста за этот период уже до самых морозов это будет просто шикарно в таком случае это теплица это будет самый наверное лучший мой проект в этом году так как у нас здесь была рассада однолетних цветов овощей рассада здесь много другой продукции было пока мы это все в июле освободили и теперь еще и огурчик посадили то есть это теплица у нас отрабатывают на все сто процентов насколько возможно при том что отопление здесь никакого нету вот ну пока не будем забегать вперед сейчас все хорошо но будем наблюдать за огурцами когда уже наступит осень похолодает будет высокая влажность вот чтобы огурцы не заболели будем делать выводы по этому сорту если он действительно себя хорошо покажет если он будет устойчивый к этим всяким заболеваниям осенним и будет давать урожай то остановимся на этом сорте как он сейчас выглядит мне очень нравится и это по советам моих подписчиков которые вот многие мне писали за сорт мамлюк для второго оборота так ну и последнее что еще в этом видео сказать по подкормкам сейчас мы переходим на комплексные 20 20 20 азот фосфор калий и затем уже начинаются у нас огурцы массовые сборы переходим на калийное удобрение тут же самый сульфат калия для огурца очень подойдет на этом у меня все всем пока увидимся в следующем видео